Как жить своей жизнью? Знаете, научитесь замечать самого себя, саму себя. Контактируйтесь со своими чувствами, переживайте их. Учитесь доверять своим чувствам, радуйтесь, когда радуется, открывайтесь к этому. Грустите, когда грустится, принимайте эти чувства, не отвергайте их, не избегайте от них. Потому что чувства и эмоции – это контакт с самим собой. Их нужно принимать такими, какие они есть, научиться контактировать с ними, проживать их, научиться плакать. Для женщины это очень важно, кстати, выражать свои эмоции, радоваться, вдохновляться, успокаиваться, переживать тишину, спокойствие, умиротворение. И так, чтобы жить своей жизнью, войдите в контакт со своей эмоциональной сферой. Проявляйте свои чувства, это первое. Второе. Войдите в контакт со своими ценностями. Ценности глубже, чем чувства. Задумайтесь, что для вас самое важное. Какие ценности? Для кого-то ценность – это проявлять, например, доброту. Для кого-то ценность – быть целеустремленным в жизни. Для кого-то ценность – это благо других людей, он хочет что-то для них делать. Для кого-то ценность – это творчество. Для кого-то семья, дети. Найдите свои самые важные ценности. Что важно для вас? Люди все очень разные. Вы какой-то уникальный человек, потому что каждый – это неповторимая индивидуальность. И вот задумайтесь, какие ценности важны для вас прежде всего? Вам может такой вопрос помочь в этом размышлении. Задумайтесь, что вы цените в других людях. Что вы отмечаете в них? Что вдохновляет вас? Это ваши ценности. Итак, придите в контакт со своими ценностями. И научитесь их проявлять в жизни. Находите возможность их реализовывать. В каждом дне будут какие-то возможности, когда вы можете их проявить. Просто будьте в контакте со своими ценностями. И чтобы жить своей жизнью, нужно быть в контакте с самой жизнью. Потому что жизнь, как мудрый и любящий учитель, ведет нас. Направляет, подсказывает. И очень важно замечать ее руководство. Будьте внимательны к жизни. К ее подсказкам. К событиям, которые приходят. К людям, с которыми вы встречаетесь. Через всю эту жизнь буквально говорит с вами. Итак, воспримите жизнь, как мудрого, любящего учителя. Который ведет вас. По дороге реализации вашего «Я». Ну и последнее, что скажу. Чтобы жить своей собственной жизнью, нужно открыться к взаимоотношениям с другими людьми. Научиться принимать подарки, которые они вам дают. Их поддержку, любовь, внимание. Подсказки, которые исходят из них. Потому что эта сфера взаимоотношений – это сфера, в которой, знаете, вот как зерно, когда оно прорастает. Когда есть влага, точно так же человек прорастает, когда есть вот эта любящая, добрая атмосфера взаимоотношений. Поэтому очень цените такое взаимоотношение. Оказавшись в ней, человек начинает раскрываться как личность, как зерно, которое начинает прорастать. Постарайтесь воспользоваться всеми этими советами, о которых мы с вами говорили. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!